Тиктоки 8.9. Бля. Из-за ситуации с тиктоком, а именно то, что русским пользователям запретили выкладывать видео, чего как-то запретили. Разве? Не ноди, пожалуйста, ролики короткие, я и сама это понимаю. Как, ну, как, подожди, нет, стоп, как в смысле давно. Русские вроде как могут выкладывать тиктоки, но их не увидят те, кто живет за пределами России. Так же, как и те, кто живет в России, не увидят тиктоки, которые находятся за пределами России. В смысле? Что, вообще прям нельзя тиктоки выкладывать? А кого я тогда в тиктоках смотрю? Вот я сейчас даже зайду, вот тикток. Ну вот сразу русский мем. Мужик идет. Написано, ты после семи уроков идешь домой. Блядь. Я, блядь, похож на того, кто на уроке ходит? Тут дед какой-то на велосипеде едет. Нет. Это старое, а я сейчас посмотрю. Блядь, что, реально, что ли, нельзя? Ой, пиздец. Охуеть. И как, вот смотрите, вот вы говорите, да? Смотрите, серьезный мужик, пожилой. Знаете, что говорит? Полюбить вкус спермы? Никак. Привет, меня зовут Кэм Марпаль, я сексолог и секс-коучер. Давайте признаем, что вкус спермы, мягко говоря, не очень. И сами мужчины это тоже прекрасно знают. Изменить вкус эякулянта на вкус молочного коктейля невозможно. Но можно изменить свое отношение к этому процессу. Например, моя девушка поделилась, что ей тоже не нравится вкус спермы. Но так как ей нравится делать мне приятно, она воспринимает этот процесс как прием невкусного лекарства. Еще она призналась, что следит за моим питанием. И если она знает, что я ел мясо, рыбу или кисломолочные продукты, то финишируем мы каким-то другим способом. А если это были овощи, фрукты, соки, то она сама проявляет инициативу. Учитывая, что в основном за еду ответственна женщина, думаю, не составит труда проследить за питанием своего партнера. Только теперь я понял, почему мы ужинаем овощными салатами без сложных заправок. Хочешь научиться делать минет как богиня? Курс искусстворальных классов тебе в помощь. Ссылка в шапке профиля. А вы говорите, в тиктоке запретили. Ну, что я могу сказать? Окей, let's go. Full WLS. Пиздец. Пиздец, ребята. Пиздец, богиня, блядь. А я хочу делать минет как богинян, я не знаю, как это тогда еще сказать-то, блядь. Эва, хуе. Бля, зачем ее вообще жрать? Ту сперму, фу. В чем прикол? А, как бог. А, ну я. Да-да, и уже тикток, блядь. Фу, блядь. Ой, блядь, Хесс и братишки после того, как в очередной раз покрыли друг друга хуями, ливнули с восемьдесят... Ливнули с восемьдесят девятого, поклялись никогда больше не общаться и разлетелись по разным странам, сидят в ДС. Ну да. Я, если что, лысый вот этот. Как бы, блядь, и все, нахуй. Я чисто скала. Так. Мама, ты же учишь английский, скажи что-нибудь. Я, нет, мама, а за сотку я. Фак ап! Ё-мам изна, рэд нава! Бля, вы реально бы за сотку начали вот что-то подобное говорить? Это, пиздец, ребят, позор. Май тейбл, факен май дик, блядь! Че-то, фак ап, блядь! Извините, ребят, как раз таки... У мальчиков свободный график, график мальчиков. Хотел сказать, что так долго не стримлю, потому что очень жесткий график сейчас... К ЕГЭ готовиться и тому подобное. Вообще, ребят, очень жестко, очень сложно. Че, блядь? Эээ, блядь. Это я в очередной раз рассказываю другу о Хэсусе, братишке и Мазелове. Он, который не знает, что такое Твич, и делает вид, что ему интересно, чтобы я его не ебанул стулом. Че, правда? А у вас было такое, что вы когда-нибудь реально рассказывали обо мне своему другу, там... Подруге, например. И он такой, а, ну-ну, да-да. Ну, я посмотрю, хорошо, ладно. Скинь мне ссылку на него. Мгм, че, реально, что ли? Да-да. То есть, прям каждый, кто тут сидит... Блядь, звучит как-то нереалистично. Потому что, если бы это было правдой, у меня бы сейчас было зрителей не меньше ста тысяч. Что если каждый, блядь, говорит, рассказывает обо мне своему другу, то рано или поздно, если этот друг начинает меня смотреть, он также расскажет это своему другому другу, блядь. И так по цепочке. Соответственно, здесь должно уже сидеть, ну, я даже не знаю, сколько человек... Ну, много. В таком случае, я предполагаю, что вы как-то хуёво обо мне рассказываете. Так что, как-то друг не заинтересован в просмотре моего стрима. Или у вас нет друзей, и вы мне врёте, в очередной раз вы опять пиздите. А, им похуй. В таком случае у вас плохие друзья. Если вашим друзьям похуй на то, что вы им рассказываете, это плохой друг. Имейте в виду. На будущее. Бля, а вот у вас... Ой. А у вас было такое, что вам было стыдно рассказывать о каком-то стримере? Да, даже обо мне, своему другу. То есть вы бы и хотели рассказать, но такие думаете, блядь, да стыдно что-то. Вдруг я ему расскажу, он зайдёт, посмотрит и такой, типа, подумает, что я какой-то конченый, блядь. Что я смотрю какого-то дебила, и подумает, что я тоже дебил. Ты чё, сука? В смысле, охуели, что ли? Алё, блядь. А, с Вовой так. Алексей Губанов. Чё, 2022. Полмужской, ну да, возраст 30 лет. Чего, блядь? А, ну да, примерно столько, да. 186, вообще-то. Какой тысячи деви... Подожди. Это за хуя, я не понял. То есть я вот так выгля... Нет. Как я из такой хуйни мог превратиться... Вот, ой, нет, не это. Ой, блядь, господи, не дай бог, вот это вот, не надо такого мне. Ну, короче, вы поняли. Вот из такой хуйни я превратился вот в это, нихуя себе, да? Охуеть. Не, а как из такого, блядь, вот с такого вот прекрасного существа, блядь, превратиться... Вот это вот, нахуй. Ну это вообще пиздец. Я вахуе. Можно было бы смотреть... Ой, ля, какой... Ай, блядь. Ах, блядь. Фрики сосать! Фрики сосать! Я вот пытаюсь вспомнить, а с чего вообще началась вся эта хуйня по поводу козы? Что-то до такого дотянулось все, вот это вот. Дошло все до такого, а? А, я вспомнил, в чат кто-то писал, а я отреагировал. Да, кто бы мог подумать, чтобы по итогу это все вот в такое вот превратиться. Пиздец. Не, не донатеры. Просто в чате кто-то постоянно спрашивал, ебал козу. Я такой, да ты, ну типа, затрахал уже это спрашивать. И все, и вот после этого началось. Хесфорд стримит сейчас со своей внезапной перекличкой. Эээ, блядь, почему Хесус-то нахуй? Это вообще не от меня пошло! Ну то есть это не в моем чате зародилось. И это не только у меня происходит, при чем тут я вообще? В донатах, наверное, флешмоб продолжили. Че, блядь. И с детства мне... Ебать! Нихуля! Воу, воу, чувак, чувак! Осторожней! Ну и, короче, я периодически крысу в нос поёбывал. Баю-баюшки, прибежали заюшки. Зайки сели на кровать, стали малого засыплять. Блядь. Ребята, побежали! Конфликт! Срочно! Все! Ебать! Базелов сказал! Ооо! А вот Цирилла! Ооо! А вот стриминсайди! Ебать! Нравится стример наде похожего. Давай. Че? Че, блядь? Какой КАА? Которое лайф, ну да, было ещё. Последняя, Газ. Так, подожди, не понял. Ладно, супер последняя. И ещё одна. Решающая. Уй! И ещё одна закрепляющая. Ну да, ебать, а я чё. Ребят, спасибо большое за поддержку. Ой, спасибо, спасибо. Это добрый чатик у меня, да, теперь? Эй, чат! Эй, чат! Эй, чат! Че это, блядь? Так, а я... А я! Что, блядь? Я не хочу спрашивать про мазейку, это полное понятное. А знаешь, что такое мазейка, блядь? Я, видимо, тоже не в курсе, да? Только давай без опозданий. Ага. Не понял. Не понял, блядь! Ааа, всё, я понял. Это типа, как Хистишкин, только мазейка... Мазейка... Типа, Дрейк и Мазелов, шо ли? Блядь, земля, пух... Мазейк! Так, может, мазик тогда уже? Пиздец, я в охуе, блядь, в этой хуйне. Ааа, когда смотришь Хистишкин с самого его рождения. Всем куу! Олды на месте! Это я, Олд! Пой су... Чё, чё... Реально, чё? Я не понимаю прикол Друг который играет в доту 26 Да Бля я не фанат дрейка Ему еще рано банковскую карту Так, двадцатый год, в сквад берут какого-то НН А у дрейка есть мама А у дрейка есть мама А у дрейка есть мама А вот на самом деле кто-нибудь Вообще маму дрейка видел Все видят его батю А вот маму дрейка я вот Например ни разу не видел Вот так вот Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok